Добрый вечер Здравствуйте Всем привет Я Михаил, продюсер проекта Warface Да, 10 этаж именно то место, про которое Миша рассказал Только мы здесь не совсем делаем Мы занимаемся тем, чтобы эти проекты выходили И их видели люди То есть это по сути оперирование проектов Вот весь наш этаж Для того, чтобы вы получили хотя бы приблизительное впечатление о том, как здесь все устроено Тут разные котики висят у нас, к сожалению В данный момент нет возможности это показать Прямо за моей спиной был вот такой автомат Калашникова Килограмм на 5 Судя по всему он когда-то даже стрелял Вот, очень креативно, на мой взгляд Завтра будет мероприятие Это какой уже подсчет его сезон, финал сезона? Получается, что это шестой, если не считать лана, который мы устраивали на Игромире в 2013 году То есть это уже шестой лан, да Если говорить об участниках Там новые лица появляются, я смотрю, да? Да, появилась целая команда, которая ни разу не была у нас на турнирах И все игроки там первый раз тоже на ланах То есть остальные ребята, практически все из них уже сюда приезжали Или сюда, или на Игромире занимали места То есть новые вот ребята, которые новые приехали Это прям совсем молодые То есть там возраст реально от 14 до 17 лет 17 лет максимум То есть это вообще совсем новые, это так называемые андердоги То есть темная лошадка, которая перешла через длительные отборочные И через жесткие стыковые, и вот приехали сюда Формат отборочных был таким же, как и в прошлый раз? Да, абсолютно такой же формат был Мы также собирали мастер-лигу из лучших команд По отсчетам очков И были отборочные среди всех желающих То есть они потом, 4 команды из мастер-лиги Играли с 4-мя лучшими из челлендж-капа И соответственно 4 лучших команды вышли А мастер-лиги, не могу не спросить Ты в старкапт во второй все-таки планируешь выйти в мастер-лигу снова? Если, конечно же, будет время Времени, последнее время достаточно мало Но в целом у меня давно этот пункт не закрыт Потому что когда-то до работы в Warface И вообще до игровой индустрии Я еще играл в StarCraft И может быть, хотелось бы на самом деле Хорошая такая галочка поставить А раньше ты, когда в сетевую в StarCraft играл, докуда доходил? Ну вот, когда была мастер-лига Точнее, когда не было мастер-лиги Я был максимум в алмазе, да Но в основное время тасовался в платине Потому что не мог позволять столько себе играть То есть у меня наиграно там несколько тысяч игр Но этого мало оказалось А у тебя аккаунтный гейм есть? Да, конечно Там даже сохранилась в логе Одна игра против Empire Hobot На каком-то из турниров я участвовал И вот я ему слил И, короче, дальше не прошел По-моему, Асос какой-то был Или что-то типа того В какие еще игры, кроме Старика, играешь? Ну, кроме StarCraft и Warface Играю Да, на самом деле практически во все, что выходит Из таких важных игр То есть обязательно играю во все игры Battlefield Call of Duty серии Потому что сложно быть продюсером шутера Если ты не играешь в эти вещи То есть, соответственно Ну, так сказать, я играл в бету только Потому что пока не покупал новый Не сказать, что он мне очень понравился Он, в принципе, такой же, как и предыдущий был Advanced Warfare То есть я в него покатал Как бы поиграл в сетевую Он, ну, на самом деле Очень похож по динамике на Warface Но вот некоторых вещей Вот мне лично уже много кому это говорил Ну, непривычно переходить после Warface На Call of Duty механику Там, например Там совсем иначе Немножко, как это сказать Передвижение немножечко другое То есть, да, там у некоторых добавили Есть возможность уже подкатов То есть, как у нас Вот, ну Есть какие-то совсем мелкие фишечки И вот эти приближения Когда переход от бедра К режиму прицеливания Вот эти все вещи Они немножко другие И как-то к ним очень сложно привыкать То есть там Не то, что это какие-то суперогромные вещи Но они как-то мешают немножко После длительной игры в Warface Вот что-то другое привыкать сложнее С Battlefield Та же история, на самом деле У тебя Какой любимый жанр это получается? Ты же упоминал еще Что, Fallout 4? Да, Fallout это в принципе Игра, которую Многие начинали Я начинал, конечно, немножко пораньше Но Да, то есть Сравнить, кстати Ну Сложно сравнить Это разные, на самом деле Игры просто Разные компании делали По сути, для разной аудитории Вообще Но Я не могу сказать, что мне не понравилось Я провел в него достаточно много времени В третьей мне гораздо меньше понравилось А в четвертой я с удовольствием поиграл То есть вот мне нравится атмосфера Там, конечно, шутеры из Fallout Это так себе Как бы RPG тоже получилось Но вот Но зато атмосферка передается неплохо Мне нравится Вот как бы Там сделано достаточно красиво Если убрать вот все эти баги, гличи Вот все, что Да, идеологии сделать толковыми То, может быть, и что-то получше гораздо было бы Но в целом я скажу так На семерочку, восьмерочку игра заслуживает от меня По крайней мере Я не умею ставить оценки Не люблю это делать Но как бы То есть я посоветую посмотреть Как бы вот вообще Если кто-то играет Fallout, нравится То посмотреть стоит А любимый жанр все-таки какой Или нет такого? Ну, наверное, все-таки шутеры Я как бы Для себя давно это выбрал Ну, большую часть времени я провожу действительно в шутанах И как бы Я являюсь продюсером шутера Да, и как бы Поэтому я много играю Это, в принципе, мне Мне нравится стрелять Мне нравится динамика высокая Это все То есть Но я не могу сказать, что это прям Единственный жанр, в который я играю То есть много Много разных игр Мне всякие инди-игры нравятся Какие-то головоломки, квесты Все зависит от настроения От желания вообще От погоды на улице и так далее То есть Ну, теперь самое время Про Overwatch поговорить Раз уж шутер, динамика Что думаешь об игре? Ну, прикольно Хорошо, на самом деле, вышло Она достаточно Низкий порог вхождения То есть Как ты ключ получил? Ключ я получил Я не знаю, можно ли это говорить или нет Но я просто знакомый в Близах И меня как-то добавили давно В список типа Friendly stuff Friendly family Что-то, да Ты вообще очень рано получил До вот Публичной Ну, до альфа-версии получается День, как она вышла в бета Получается А, ну тогда нормально Тогда одновременно Да Наверное, там всем Эта волна была Ну, он прикольный Как бы тоже У него есть вот эта вот Нужная скорость Динамика Интересные персонажи То есть Тоже хороший такой Крепкий проект Но Немножко смущает Модель распространения, конечно Три Расстроился по этому поводу Да, то есть Это вот Это консольная Так сказать Жилка вот эта пошла То есть Выходит игра на консоли 60 баксов Как бы в Индополош То есть Ну вот Это проблема Для многих, я думаю Будет Да, самое главное Что не проблема Купить с тем Ну, кто в курсе Кто играл в бету Кому игра понравилась Проблема в том Что некоторые Даже не станут Пробовать игру Вот в этом проблема Ну да Дорого стоит То есть Для игроков Тем более наших Широт То есть Такие суммы Ну, у нас Консоли не то Чтобы супер сильно Развиты По сравнению с ПК Играми Поэтому Сложная позиция у нас Консоли Да И Ну, поэтому Warface остается в плюсе У него все-таки Вход бесплатный И поэтому Если кто-то еще не играет Попробуйте У нас Гораздо все лучше Теперь стало Ну, немножко Вот у нас появился Зомби-мод Который многие ждали Некоторые говорили Что он не нужен Но он появился Он выглядит очень круто И Как бы Не с ведущих Расскажи вкратце Что такое зомби-мод Зомби-мод Это по сути Режим зомби Который мы В многих других играх Видели Там Ну, не совсем Наверное Там словно Как бы Набегает орда зомби И нужно их отстреливать От машины Которая должна Доехать до определенной точки Вот Ну, соответственно И босс-файт И разные Типа зомби Там Короче Прямо Очень динамично Круто И даже Те, кто не играл У нас в ПВЕ До этого Они зашли Посмотрели Поиграли Мы реально Увидели Что многие Старые игроки Повозвращались Посмотреть Ну, то есть Это здорово Учитывая Что ты Продюсером Работаешь Практически С самого начала Игры Расскажи Динамику Во-первых По Мне интересна Популярность Развитие И какие Скажем Вот Три главные вехи За это время Ты считаешь Ключевыми В развитии Проекта Хороший вопрос Да Даже Как-то Не могу Давай Другой вопрос Твой любимый Горой В Overwatch В Overwatch Наверное Мерси Пока что Потому что Она прикольно Выглядит И Оказывает Прям Жесткий Импакт Вообще На игру То есть Она может Вовремя И резнуть И подлечить И И бафнуть То есть Такой Я вообще На самом деле Не то чтобы Люблю в шутерах Саппортами Играя Для меня Это вообще Как-то Для меня Было Странно Как бы Но здесь Это прям Да Она реально Помогает И просто А так как Все любят Понагибать Берут себе Там каких-нибудь Таких персонажей Которые Ваншотят Вот А мне нравится Подсаппортить Очень прикольно Ну вот И сейчас Ты готов К следующему Вопросу К Warface Соответственно Класс Warface Любимый? Не-не-не Я к тому Что про Вехи Про развитие Про популярности Ключевые Ну Как-то Я пришел В сентябре 12-го года На проект Когда он был Далеко еще От того состояния В котором он сейчас То есть В том плане Что реально Было гораздо Меньше людей То есть Он в апреле Запустился В сентябре Пришел То есть Прошло буквально Несколько месяцев И за три года Прям сильно Поменялся Во-первых У нас Вот в этом году Графика улучшилась Сильно То есть Она продолжает Еще накатываться Графический апдейт На другие Карты На всякие Ассеты Игровые То есть Пушки Вот это все То есть Это еще в процессе Так сказать Но Очень здоровский Вот этот вот был Наверное Последняя веха Прям Точнее Две вот эти главные вехи Это был выход зомби Потому что реально Всколыхнул вообще все И Улучшение графики Это вот с этого года Если брать В принципе Еще могу Сказать Что очень важный Был момент Это Когда мы Провели первый турнир Это был Игромир 2013 года Это был для меня Очень переломный момент Потому что Тогда У главного продюсера Проекта Тогда Кирилла Были Ну он не смог В общем появиться На Игромире И то есть Весь груз ответственности Пал на меня А я был еще молодой И совсем неопытный Как бы тогда Ну относительно Ну и в общем Это было очень сложно Но мы это сделали Короче То есть Это прям Было очень-очень круто Несмотря на то что Мы прям Задолбались Очень сильно То есть У нас небольшая команда Вообще На проекте Нам пришлось задействовать Ресурсы И наших коллег То есть Все нам Очень здоровски Помогали И мы решили Провести финал Именно там Финал турнира И смотрелось Очень круто Конечно Но С тех пор Я понял Что нельзя Проводить турниры На выставках Это прям Очень тяжело То есть Это вот этот Шум Постоянный Это всюду Мало того что Шум Очень ограниченные Возможности По коммутации Очень сложный график То есть В 8 часов Выставка закрывается Все выключается Все и начинается Просто ад И в общем С тех пор Мы перенеслись сюда И вот это вот Начало Именно турнирное Мы долго хотели его И вот в 13-м году Мы его все-таки сделали И вот сейчас У нас на турнир Приезжают люди Которые занимали места Еще на том турнире Тогда Это очень здорово И прям я рад их видеть Потому что Для нас это был Первый турнир И очень важный И вот с тех пор Мы провели еще Вот сейчас получается Шестой у нас будет Да Седьмой Точнее уже Так что вот Это важные вехи были Сколько сейчас Активных игроков Скажем в сутки В Warface Ну к сожалению Такой информации Мы не можем давать Счетчик вроде есть Лайф интернетовский По крайней мере Он на Что касается сайта Ну по сайту Да У нас Сколько там Около 350 400-400 тысяч Сейчас на сайт Заходит Как бы Ну в игру Больше гораздо Потому что на сайт На сайт не все заходят В основном все заходят Через игровые центры То есть Ну достаточно много игроков Все это продолжается И мы Ну как Многие считают Что уже проект старый Но на самом деле нет Мы как бы Когда запустили зомби Когда вышло обновление графики У нас Поперло еще дальше Как бы То есть это очень хорошее За обновление Крайтеки да Собственно отвечают Главному Ну то есть получается Что мы вместе с ними Коммуницируем постоянно То есть мы В любом случае Имеем вес Во всех решениях То есть мы Стараемся Чтобы мы приходили К какому-то общему Консенсусу И это у нас получается То есть Есть конечно вещи Которые нам еще нужно делать То есть очень много Игроки об этом прекрасно знают И нам об этом говорят То есть там Какие-то ошибки Вот это все То есть понятно Мы все об этом знаем Ну как бы Не все сразу Мы пытаемся Ну и на самом деле Огромную работу За этот год проделали Много таких тоже Запустили Каких-то важных обновлений Которые Улучшили жизнь И это не прекратится Потому что В следующем году Мы очень хотим Улучшить ситуацию С пингом Потому что Ну все знают Что в Warface Как бы серверы Находятся в Москве И людям до них Как бы стучаться Очень неудобно В общем Когда пинг по 150 Там и выше И таких игроков много И это сильно усложняет Жизнь им И тем Кто против них играет И кто за них И так далее То есть мы хотим Эту ситуацию Радикально как-то поменять И вот к этому мы идем Так Сколько людей Работает у вас В офисе над Warface Ну над Warface На самом деле Сложно почитать Потому что у нас Структура такая У нас есть команда проекта Которая состоит Из нескольких КМов Нескольких ГМов Продюсеров И по сути все Остальные ресурсы Это уже по сути Распределенные Между разными проектами Ребята Кто-то нам рисует баннеры Кто-то делает нам Помогает делать сайт И делает Воверстает странички Кто-то администрирует сервер И так далее То есть Ну людей достаточно много Которые задействованы В этом всем Но вот сама команда Проекта Она кстати небольшая То есть у нас меньше Десяти человек Как бы так Вот Ну и плюс еще Конечно ребята из Воронежа Наш офис Где сидит В основном Техническая поддержка И вот То есть они тоже нам помогают Но на самом деле Нас много Потому что у нас Много хороших модераторов Юзеров Которые играют Warface Помогают нам с ним И тестировать Помогают и так далее Поэтому Им тоже огромное спасибо За то что они участвуют Во всем этом То есть Ну как бы команда Сама небольшая Но людей Которые надо работают Помогают делать Warface Лучше Их много Здорово Ну и Напоследок Слова Во первых Для тех кто уже играет И для тех кто Еще не в курсе Для тех кто уже играет Спасибо большое Что вы есть За то что помогаете Делать наш проект лучше И Продолжайте играть Мы станем Мы станем больше И мы станем еще лучше А для тех кто еще не играет Зайдите Даже если вам не понравился Warface Там 2-3 года назад Сейчас он действительно крутой Ну он всегда был крутым Но сейчас еще лучше Потому что мы реально Очень много для вас сделали И за это тоже спасибо Киевской студии Потому что они В них видно Что не спадает запал У них Вот даже через 3 года А они это работают Над проектом еще дольше Там больше 5 лет получается То есть Попробуйте Не пожалеете Я точно думаю Спасибо большое за интервью Еще вопрос Из зрительного зала Да Евгения Кроме Ну ты слышал Меня не надо называть Ух Тут сложно тогда Потому что Смайлик любимый для начала Какой На гейме Хм Да честно говоря Я смайликами Это особо не пользуюсь Вообще То есть у меня скобочки Это наверное Самый распространенный Любимый смайл Вот Но так точно не скажу Не могу назвать прям любимого За стримером ситуация Еще сложнее Потому что в основном На гудгейме Как бы я Ну то есть Видел только Мишины стримы Когда смотрел еще тогда Старкрафт Новые стримеры появились Интересные Мэдисон например Мэдисон вас стримит? Уже да Круто Ну привет ему наверное Тоже интересный стример Да И конкурсы Интересные Ну Еще вопросы будут Евгения? Ну все Да Она довольна Еще раз тебе спасибо За интервью Спасибо Приходится Всем увидимся Пока